Проголосовать должен каждый. В Республике для средств массовой информации проводят пресс-конференции и круглые столы. Фестиваль «Зима» начинается с Якутии и расширяет свои границы. В Республике может появиться новый фестиваль. Не только нормативы, но и цветы. Центр тестирования ГТО встретил своих посетителей с цветами. В прямом эфире новости мы расскажем о главных событиях. К этому часу в студии работает Андрей Погорелов. Добрый день. Работа над совершенствованием законодательства Дальнего Востока России будет продолжена. Об этом заявил вице-премьер, полномочный представитель президента Российской Федерации Юрий Трутнев во время заседания итоговой коллегии Миностока развития. «Любой закон, любой процесс требует постоянного анализа и совершенствования», – подчеркнул Юрий Трутнев. «Нам предстоит еще очень много работы и по совершенствованию закона о территориях, опережающего развитие, и по совершенствованию закона о предоставлении Дальневосточного гектара. Потому что люди просят, например, досрочно признать право собственности. Для того, чтобы эти законы максимально эффективно работали, в них нужно своевременно вносить изменения». Напомним, 6 марта во Владивостоке на площадке Дальневосточного федерального университета прошло заседание итоговой коллегии Минвостока развития России. Якутию на коллегии представил руководитель региона Егор Борисов. До выборов президента страны остаются считанные дни. Чтобы донести до избирателей порядок и нововведения, для средств массовой информации проводятся пресс-конференции и круглые столы. На одном из них побывали наши корреспонденты. В день голосования наблюдатели национального общественного мониторинга будут вести параллельный подсчет голосов. Все данные с мест наблюдения будут подтверждены по технологии блокчейн и международному стандарту доверия независимой блокчейн-платформы Verifier. Это российский инновационный проект, разработанный с применением определенной технологии. Одним словом, крупнейшая распределенная сеть независимых друг от друга людей, готовых проверить любую удаленную информацию. Мы производим автоматический обмен с нашим российским блокчейном, Verifier. Это происходит в автоматическом режиме и уже отцепторы, верификаторы, которые по всему миру расположены, собственно, пользователи данного блокчейна, в своем приложении, уже непосредственно приложению блокчейн, подтверждают точность наших протоколов. Очень важно, чтобы протоколы подсчета голосов, протоколы нарушений, протоколы проверки избирательных участков на предмет корректности их оформления и так далее, вся эта информация должна попасть в неизменном виде, соответственно, системы, в базу. Наш блокчейн и, как следствие, блокчейн НОМА. Мы уже запустили активность по проверке этих участков, уже ведется деятельность и уже запущена программа. Мы планируем проверить 85 субъектов Российской Федерации на предмет соответствия требованиям, загрузить всю эту информацию в блокчейн и гарантировать ее неизменность. Мы думаем о том, как на самом деле прошли выборы, на том, что кто-то скажет честно, кто-то скажет максимально честно, кто-то скажет не очень честно, кто-то говорит, что мы можем делать все вместе на основе тех данных, которые у нас будут. Естественно, чем больше наблюдателей, тем объективнее у нас будет картина, поэтому мы призываем все политические партии и общественные организации, вообще всех, кто будет наблюдать, и к нам присоединяться. Главная наша цель, мы вообще никогда не ставили цель, вегетимизацию выборов или вегетимизацию каких-то результатов. Наша главная цель – это объективная картина, отражение объективной картины в данном случае выборов. Процесс внедрения современных технологий в электоральные процессы, в электоральных политических и любой широкий класс, становление элементов структуры, доступа в сетевого гражданского общества, элементов механизмов прямой электорной демократии, в том числе и приводит мониторинговой демократии сейчас, на данный момент. Это процесс объективный и неизбежный. Конечно же, я не говорю, что цикл будет заменен, но поверьте мне, что в благосточной перспективе цикл будет заменен, потому что в моем представлении, по нормальному развитию любого современного государства, где легитимность результатов выборов является ключевым фактором политической стабильности, перенос акцента мониторинга с государственных структурно-правительств и правительственных на общественные организации, добровольные общественные организации, которые представлены различными продавными продуктами, которые отымкрулищены друг с другом, это, наверное, в перспективе единственная возможность, сегодняшний день, вариант легитимации выборов в цифровой век, в цифровую эпоху цифровационного общества. Было отмечено, что последние цифровые разработки позволят сделать мир прозрачнее, информацию достовернее, принятие решений быстрее и эффективнее. Наталья Сазонова, Михаил Кулаков, НВК, Москва. Другим темам. Вопросы привлечения и трудоустройства местных жителей на сезонные и постоянные работы в промышленных предприятиях Южной Якутии обсудили на воездном заседании в Нелюгринском районе. Участвовали народные депутаты во главе со спикером Александром Жирковым. Подробности в сюжете Екатерины Павловой. Основными вопросами обсуждения на расширенном рабочем совещании стали вопросы профессиональной подготовки и переподготовки специалистов, привлечения и трудоустройства на сезонные и постоянные работы в промышленных предприятиях Южной Якутии, местных кадров, в частности, специалистов из сельских районов республики. Он должен быть готовым менять свой образ жизни, стиль жизни, ритм жизни. И здесь от муниципальных образований требуется очень многое. Прежде всего, от руководства муниципальных образований в этом плане. Место проведения совещания выбрано не случайно. Нелюгринский район является одним из ведущих промышленных районов республики, где ведут свою деятельность крупные предприятия. Сегодня Нелюгринский район действительно может предложить не одну тысячу рабочих мест в связи с тем, что у нас территория, опережающая его развитие, начинает набирать обороты. И я уже говорил и буду всегда говорить, что на одного работника промышленного производства необходимо до семи человек, обслуживающих персонала. Участники совещания посетили Нелюгринский угольный разрез, горнообогатительный комплекс «Денисовский», местные средние и высшие учебные заведения. Делегатами было отмечено, что учебная база в районе хорошая. Подготовка ведется по многим востребованным профессиям промышленного характера. Сегодня важно взаимодействие сельского профобразования с промышленным и в целом сельских муниципалитетов с муниципальными образованиями. По итогам заседания были подписаны соглашения о совместном сотрудничестве в области обеспечения трудовыми ресурсами между угольной компанией «Колмар» и муниципальными образованиями Мегино-Кангаласский, Намский, Усталданский, Чуропчинский районы. Хочется надеяться, что такая сессиматическая работа госсобрания «ЛТМН» принесет свои плоды в деле реализации указа главы республики о содействии занятости якутян. Екатерина Павлова, Вадим Барашков, Нерюнгри. Все большее значение приобретает изучение языков коренных малочисленных народов Севера. В Олегминском районе из четырех национальных наслегов лишь в одной школе есть предметы эвенкийского языка и литературы. Подробности в следующем сюжете. Мотивы, пришедшие с глубины веков, предметы и сегодня используемые в обиходе. Секреты мастериц, владеющие шитьем национальной одежды, хороводы, также символизирующие движение солнца – все это тяня. Далекое от шума больших городов, прекрасное и не всем доступное. Здесь еще много тех, кто и сегодня владеет эвенкийским языком – от бабушек и дедушек. В школе села есть особенный предмет – уроки эвенкийского. Преподавание начинается с младших классов. В школе эвенкийский язык преподается с первого по одиннадцати класс в неделю. В начальных классах по три часа по ФГОС, а в старших классах по четыре часа. Ну, обучение на каждом уроке стараемся давать, ну, чтобы интересно было, чтобы они изучили свой язык, ну, и интересно. А хранительницей традиции является Ляна Яковлева. Она с удовольствием говорит на родном языке, слова как будто льются. Очень рада она празднику Бакалдын, особенно, когда в кругу звучат родные мотивы. Проблемы утраты языка озабочены сегодня и в столице республики. Каждым годом уменьшается количество носителя языка. А если языка нет, то носительности нет. Поэтому сейчас мы, правительство и руководство обращают очень большое внимание именно в этой направлении. К сожалению, сегодня все меньше и меньше звучит речь коренных народов Севера. Пока овенкийский язык изучают лишь в тяньской школе. В селе Такко только начинается движение знакомства с культурой. Елена Фаст, Максим Копылов, Олег Минск. Очередной всероссийский фестиваль может появиться в программе фестиваля «Зима начинается с Якутии», которая проходит в столице республики ежегодно. В эти дни организаторы фестиваля с группой экспертов проводят круглые столы, собрания, а также встречаются с именитыми мастерами Якутии. В работе оргкомитета принимает участие известный дизайнер-модельер Ирина Крутикова, которая в рамках своего визита уже посетила объекты Сахабулт, республиканскую выставку-ярмарка «Якутия мастерова» и Арктический государственный институт культуры и искусства. Именно благодаря ее поддержке и инициативе в Якутии может появиться новый фестиваль – фестиваль меха. Я приехала за зимой, за морозами, за снегом, за мехом. И затем, чтобы свою идею огласить, что Якутия и Якутск – это совершенно уникальное на земном шаре место, которое должно быть на первом месте. Сегодня во всем мире гонятся за уникальными, эксклюзивными событиями, вещами. Здесь все уникально. Вот все уникально. Наличие зверей всевозможных промысловых, снег, который в Европе не видят. В преддверии праздника Международного женского дня сотрудники регионального центра тестирования ГТО встречают посетительниц с цветами. На сегодняшний день на сайте центра зарегистрировано 87 тысяч потенциальных участников этого движения. За весь цикл испытания прошли более 17 тысяч человек. Четыре из них выполнили испытания на золотые и серебряные знаки. С началом 2018 года ГТО проводится среди детей и выпускников образовательных школ. Золотой знак при поступлении дает дополнительные баллы. В марте испытания проходят детские спортивные школы. Результаты будут известны в конце первого квартала. Также центры тестирования есть в девяти районах республики. Сегодня мы здесь круглогодично принимаем нормативы, а также даем услуги для подготовки населения к выполнению нормативов. Мы открыли кардиозал, где мы стоим. Здесь можно подготовиться по функциональному, физически. Также наши инструктора вам подойдут, расскажут, покажут, как правильно выполнить упражнения те или иные. Таковы главные новости к этому часу. За развитием событий следите вместе с Якутия-24. Удачного вам дня! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова